Речь теперь пойдет о таком понятии, как злословие и славословие. Вот есть такое изречение, оно, видимо, тоже библейское, оно библейское, которое гласит «От избытка сердца глаголит уста». Что у сердца на человеке, то у него на уста. У злого человека по природе и с языка срываются злые слова. Вот он просто без этого жить не может. Вот это вот такое ощущение болезненного человека, когда он полагает, что он судья надо всеми и может всех рыть тем или иным словом, приличным и неприличным, но злым. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы знаем, что есть такие моменты, когда, вот пример, Господь изжал Иерусалим на осенье, и все, кто его знали и не знали, посылали одежды и кричали «Останно-вышних». Ну, Господа славословили, Иисуса Христа. Вот. И никто тогда не воспринимал, что это было какое-то там лицемерная похвала. Это была естественная похвала. Вот как человеку удержаться от одной крайности, не злословить, когда, казалось бы, человек, на которого ты обрушиваешь критику, гнев, совершил что-то непристойное в своем понятии. А с другой стороны, не переходи другую грань, не быть вот этим вот, ну, подхалимым, можно сказать, который лицемерно хвалит своего руководителя, начальника, с тем, чтобы заслужить у него какое-то там расположение. Вот эти качества в Библии, как они рассматриваются? Как, так сказать, их в узду убрать, чтобы они не превалировали над здравым смыслом? Я даже никогда не задумывался об этом, что тут надо что-то объяснять. Злословие – это понятное несоответствие истины, и говорит злые слова. Вот это вот силы князя Бесовского и Зевула. То есть они злословили Христа. И мы знаем, а кто он такой, не знает. То есть уничижали все это понятное и славословие. Но они не знали, кто он Господь. Мы кричали от самых высших. То есть ты благословенный от Бога и спасение от высших. А не от земли. Но они до конца не понимали даже этого, потому что от высших они привыкли по-человечески, благословенный Богом. А это Бог во плоти. Это большая разница. Они не знали. И вот иногда просто обращаются ко мне люди, даже близкие говорят, ну вот, то не так, то не так. В церкви, торговля. Всегда торговали. Чего не нравится-то? Ну, торгуют и торгуют. Ну, как не нравится? Во-первых, Христос выгнал. Если в храме торговли, Христос еще не пришел. Вертепный понедельник еще не настал. Ну, вот видите, вот священник такой, он вышел, 153 килограмма. При весе, там, 165 сантиметров, при росте. И 153 килограмма весил. Ну, понимаете ж, какое-то. Вот этот центр. Сало-то стоит. И вы ему говорили. Ну, говорил еще перед народом, хотя бы не выходил, он уходит. Еще так говорит, там, Заславские разные. А все трясется от жира. Как не стыдно-то вам. Ну, даже лица-то нету. Рожа, как говорят, ряжка. Шайба выкатилась. Ну, там разные были. Всех перечислять. И политики бывают такие. Вот этот президент у нас какой он. Все сравнивает с другими. Он видно, какой он борец и плавает. И за самолете, за штурвалом и везде. Все сравнивает с другими. Ну, а я ему сказал, я ему обидеть и не хотел, и славословить не думал. Я говорю, ты начинай. У меня есть диета такая, галактическая, не кремлевская. А как? Два сухаря, компота, кружка, все, до вечера. И работы до пота. И ничего больше не надо. То есть перейти на наш режим. Когда мы в пост, в лагерь бываем. У меня специальная скамейка, называется галактическая система. И кто хочет там, а я уже заранее беседовал, говорю, у тебя лишний вес, девочка такая уже, с подбородком. И все, на эту скамейку можете садиться. И когда обедаем мы, и смотреть, как обедают, на вам принесут на противне, в листике сухари, там, два сухаря возьмете. Кто? Один до конца. Все с тебя снял. Как на глазах стал худеть. А сам веселый. Там другой маленький побыл. А может, я сяду обедать, то тебя никто туда и не садил, садись и ешь. Ты сам залез на скамейку, ну и не выезжал, но и садись туда и ешь. То есть, я как будто не по теме говорю, на самом деле, вот здесь все и начинается. А потом я вам ставлю пример, который до конца не лежал. Ребенок, а что мне вам слово стоить? Я не знаю, но пример поставить. Почему нет? Живой мой еще появился. Ну, а злословие, злословие, это мы злыми словами уничтожать, принижать, пришибать его. И вообще ворони. А он вот такой, а ничего не надо сказать. Речь идет об умении руководить. Начальство. И за углом, малым язычком, непрерывно начинать ничего нету. Но что-то ищет. А вот он там путается с кем-то, там с бригадиршей. Ну, как вспомнишь этот фильм, председатель-то, там Нонна Мардюкова играет. Вот это все. И причин таких много. Надо держать себя ровно, не как на качеле. Или раскачало, кверху, книзу качает. То похвалит. Но если это соответствует действительности, тогда достоин похвалы. У иных народов, например, сравнивать себя с самим собою. Павел это осуждает и говорит, неразумно сравнивать с самим собою. Если хоть всякое, ты в прошлый раз вот так сделал, а сегодня вот так, ты мог этот раз сделать на пятерку. А у нас сравнение с кем-то. И мы говорим, вот посмотри, доска почета, отличники, на красный диплом тянет. Вот. Надо сравнить с кем-то. А это с самим собою. Я не могу сказать, какая система. Может быть, обе работают нормально. Но надо здесь знать грань. И не ради чего-то, а соответствует действительности. Как Петр приводит, как и возлюбленный брат наш Павел, восхваляет Павла. Что-то в его словах бывает неудобно разумительно, что невежда искажает собственной погибели. То есть отзывал о них. А Павел его уничижил как будто. Пришел и не во что поставил. Все лицеммерили Варнава и Петр. Я противостал им. До прибытия Петра, до апостола, ел до прибытия. А тут вдруг встал страницей. Тут надо конкретный, частный случай. Так нельзя сказать. Вот некоторые моменты беру из Писания, где и было такое словословие, а вы сказали еще там о мстительности давишь где-то, то все это соединяется на внутреннем человеке. А почему он сказал отомстить? Потому что обида была велика. Перед всем народом злословил. Уходи, уходи, кровопивец. Он теперь кровью своей захлебнулся. И Соломон все как сделал. Я к тому как бы добавил. И здесь точно так же. Не надо лишних слов хвалить. Но если возможно, то и поставить пример. Я не нуждаюсь в похваленных словах. Есть люди, которые около меня бывают, они прямо на меня кто-то что-то, а они начинают. Я запретил им заступаться. Мне это не надо. Я совершенно неуязвим для них. Почему у них ничего нету? Я показываю. Ты покажи веру твою без дел твоих. Я покажу из дел моих. Он ничего не делает. Я с утра до вечера не посыхаю. Я ему покажу свои дела. У него ничего нет. Тем более я это говорю не простым людям, да и пископ. А что у тебя есть-то? Ну кроме палочки в руке, то у тебя ничего и нет. Нет у тебя. Потому что не работал. У тебя нет. А у меня есть печать. Печать лично мне принадлежащая. Начальнику детского лагеря зарегистрирован в отделе института. Печать моя зарегистрирована. И я даю характеристики, направления, маршрутки, обращения за помощью и прочее. У тебя ничего нет. У тебя никакого уважения нет. К слову сказать, у меня самые большие пакости делали епископы, священники. Я веду занятия в университете. Допустим, технический университет. 21 тысяча студентов. Там 18 стран присылает своих абитуриентов. Учивутся. И в это время приходит на наши занятия проректор по учебной части Семкин Борис Васильевич. Профессор, академик, заслуженный, доктор наук. И говорит, неприятное известие. Бумагу принесли с епархией. Просят, чтобы мы вам отказали в аренде помещения. Я сказал, почему? Если вам надо, у нас аудитория есть, мы можем вам дать. Мы вначале платили, потом перестали платить, а потом они нам стали платить. Что мы у них ведем занятия. А потом Москва дала указание всем отказать. Из-за меня ханатай стал в Москве ректор, и ничего не получилось. Нет. Ну, пришлось уйти. То есть, понимаешь, как словословием может быть, навредишь даже больше для крепкого, искреннего злословия не грамма, и сколько блаженного. И когда имя ваше понесут, как неугодное сыну человеческому, радуйтесь, веселитесь, велика ваша награда на небесах. О которой словословят не тот друг, кто медом машет, а тот друг, кто правду в глаза скажет. И пословица об этом говорят. Поэтому надо разобраться, словословит он или правду говорит. Вот Андрей Кураев обо мне выступил, вы знаете как. Это не словословие, он так это дело видит. Спросили Коскуна Максима, он часто выступает. Он говорит, что я могу сказать? Я внущатка. Потому что я обратился через отца Геннадия в паста, а Геннадий паст через Игнатия. Это дед мой. И ничего не сказал. Головин этот, Владимир, не подходит ли гордость. Он начал там ткачевого всех перечислять и обо мне говорит. А мне чем гордиться? У меня ничего нет. Он говорит о них, ничего не говоря. А обо мне говорит, он показал знания Библии. Есть такой человек горячий, горячий. И так знает Писание и скажет место и Библии, и глава, и стихи. А у меня ничего нет. Чем мне гордиться? Вот так вот. Так что я не считаю это слабословием, это соответствует действительности. И просто сказали, я сейчас скажу, не говори, не говори, что я ребенок, что ли. На меня это не действует. Нисколько. Если меня вопрос задавали, люди, некоторые вас там восхваляют, вы к ним как отношение имеете? Я говорю, с подозрением смотрю. С чего он хочет. А если, которые ругают вас, точно так же смотрю. Одинаково. А если люди, которые там любимчики ваши, есть, а кто это такие? Я называю по фамилии, там старшая сестра и те, которые полностью преданы Господу, которые везде спешат к больным, там и ночуют, там и выгребают и червей из-под них. И всегда у них дом кем-то полон. Вот. Это мои друзья. Конечно, я к ним чрезвычайно расположен. И мне не стыдно это сказать. А если они будут против, не дай Бог, они получат по полной программе. От меня, что, который оконо меняет, который там мстит, я бы ему его недостатки прощал, вы меня просто не знаете. Я это выскажу и епископу, и патриарху, и президенту его напишу. Где угодно. Я говорю, инстанция, в которой я писал, писал, и патриарх обречал, и Пимена, и дальше, и президентов, и Горбачева, и партию, и уон масонов, как вы будете перед Богом отвечать. У меня другой настрой. Мне по-другому нельзя, и вокруг меня люди меняются. Володя что-то сделает не так с Никитой по-разному. Разные отношения. Один хами где-то начинает, там что-то где-то. Ясное дело, что я его приструню. Он не меняется. А у Володи этого нет. Он что-то сказал не так, маленько погодя. Я, наверное, сказал, обидел. Простите меня. И то другое. Вот. Конечно, мое отношение разное. Доверие разное. Я там не буду доверять целиком, потому что требуется проверка. Все заросло, еще не надо, а так нельзя. Ну вот мой ответ. У меня еще один вопрос такого порядка. Вот я зачастую, слушая проповеди наших священников, встречаю такую похвалу в адрес стихельных святых, что они никогда никого не осудили. Честь им за это и хвала. Да, написано, не суди, не судим будешь, но забывают сказать другое. Каким судом судишь, таким судим, таким судим будешь. С одной стороны. А с другой стороны, я никогда не слышал в проблеве священников слово об обречении. Понимаете? Вот о том, что какой-то человек никогда никого не осудил, это хорошо. Рассказывают об этом. А вот чтобы рассказать о том, что такое обречение, привести примеры святого писания на эту тему, этого никогда не происходит. Я думаю, что это происходит от того, что даже в глубине свои наши священники, которых мы уважаем, сам, мы должны это делать. Все-таки побаивается обречение. А ведь есть примеры, как действительно мы приводили. Апостол Павел обречил та же апостола Петра за лицемерие и называл его братом невысокопресвященный, как у нас сейчас это называют наших священнослужителей. Такие тиклы дают им, но как будто уже при жизни святые. Как можно сейчас какую грань провести между обречением, о котором писал апостол Павел, и осуждением, которое, в общем-то, не приветствуется. А если и ты осуждаешь, то имей в виду, что каким судом судишь, таким и судом судим будешь. Это налагает на тебя, если ты судишь о чем-то, то судишь справедливо. А если ты судишь несправедливо, то так же сам несправедливо будешь и сам судим. Вот такие мысли приходят, когда сравнишь два понятия. Не суди с одной стороны, а с другой стороны обречайте и вприлюдно, чтобы другим было в назидании. Подпишет апостол Павел. Видите, этим священникам имя такое, длинное правда это и название, всех люблю, никого не осуждаю. Без пропуска, одни всех люблю, никого не осуждаю, без пробела. Вот они, кто любвисты называются, обмачки. Это губители душ. Они говорят, когда не судить никого, то есть не трожь меня. У них больше другого смысла нет, сами подряд всех судят. На патриарха кидаются, сейчас там за встречу с Франциском и он тоже говорит никого не судите. Судить означает выносить приговор. И сегодня мне скинули такой материал. Я его забросил, не знаю, куда, вот это, там Ерма, такой шторм идет название, и кто погиб, это вот за то, что патриарх встречался в Гаване с Франциском, а это вот за это, еще ждет вот это, как говорит. А вижу, что человек исходит злобой, бешеной слюною покрылся, но откуда он знает, за что, а там все время эти штормы под разными названиями идут, еще особенно об этом и не надо видеть. Нужно сказать так, окончательный приговор скажет Бог, не судите никак прежнее время, и доколе не придет Господь, и не откроет сокрытое во мраке, и тогда каждому похвала будет. Это глубокий вопрос, это значит не должно быть канонизации и не должны придавать анафеме. Понятно? Анафема высказана, да, ты считай, вот его послали, ты делаешь это, кто любит Господа, Марана, по анафему, и дальше, кто будет говорить, не то, что мы говорили, даже ангел с неба, или мы, да будет анафема, Галатам, 1 глава, 8-9 стих, анафема это все православные, ни Господа не знает, ни Писания, я разобрал это, то есть мы под анафема, если не любим Господа и прочее, а если священник такой-то или святой жил, и вокруг него были люди, он никого не обречил, как говорится, не критиковал, как они любят говорить, прочее, он погибший, языки Иля, 3 глава, 18-20 стих, говорит так, если ты видел грешника согрешающего, не обречил его, он погибнет, но его кровь, я взрещу с тебя, его кровь, ты убийца, ты не сказал, ты не предупредил, но если ты обречал, его не послушал, он погибнет, а ты спас свою душу, почему эти слова не приводят, 3-18 языки Иля, поэтому Слово Божие, живые действия, это вещи мою доостры, до разделения души и духа составов и мозгов, вот и это и держи, а что народ это живет во зле, два зла сделал народ, весь меня источник воды живой оставили, а выклистили в себе водоемы, которые не могут держать воды, вот и все, считаем, и имеет 2-13, это никак нельзя оправдать, как-то ребенок, вот у меня котенок, я даже посадил это, я сразу его снимаю, он еще не ознакомился со скамейкой, он ударится, разобьется, я его снимаю, я его учу, куда, вот я иду, мои шаги, он слышит, и сразу бросается на встречу, какой умный котенок, он по шагам меня узлает, потом по колокольчику, а потом паля, паля кричит, а ты с людьми и ничему их не научил, совершенно не знает, не знает, как ответить, как он старобрется, народ наш, ой, невежественный, это говорит Иоанн Акономцев, архимандрит, комиссия, когда составлено было по мироточивым ходам, не дьявол, это смехается и говорит, над нами строит эти мироточения, а мы голову ломаем, дьявол все чудеса может делать, но Моисей бросил жезл в змею, превратился, и они бросили, руку положил, проказы, и они так же волхвы сделали, но есть такие чудеса, которые они не могут сделать, сам сатана не может одно чудо сделать, какое, Иисус младенцев и грудных детей устроил хвалу, и сделал безволнов, врага и мстителя, так что надо знать Писание и понимать, если ты видел и не обречил, не помог, ты видел перед ним яма, и ты его не остерех, Бог говорит, я обзрешу тебя, священнику, это верен, это его обязанность, появился фильм там Матильда, там про царя не так, там любовность и прочее, ну фильм, есть фильм, еще вы забезновались, там священники поднялись, сейчас везде, фильм убрать, он, говорит, кинопрокат выпустил, еще вы дальше, а они глупые, и показать свою ревность, а мы вот, за царя, он просил вас, вынуждается в этом, его, в будущей жизни, этот, Матильда Неграма, не повредит, еще умирают, и вот начинают, это что-то выискивать, поставили пьесу, там, в оптолоконный лоб, по Пушкину, так, в Новосибирске, давай они там обращаться, и в администрацию, это унижает церковь, унижает нравственность, запретили, это мы еще сделали, написал Александр Сергеевич Пушкин, это шедевр поэзии, ну и ты не такой, ты скажешь, да это не про меня, я не толоконный лоб, любой прихожанин скажет, все отдал для них, работников не занимаешь, щелчком мне в мозге, он вышибать не будет, ничего, это не про меня, а кто это бесуется, а вот эти, или как это, Эдрео Царионов, приходит, и там в театр, начинает безобразничать, а потом все это идет, и Божья воля называется организация, а потом ее как пробрали везде, сгинул, сатана нигде нету, ничего нету, только головое пение, кто там начинает мантры, читать, верующий, воля Божья, драку устроили, там в одном месте драку устроили, сидит в редакции, говорит со Смирновым Дмитрием, он его поощряет, Смирнова давну суду надо предавать за такие вещи, а что вы, вы бейте сектантом окна, экстремист, при том самом дурном понятии, и его не трогают, за это он будет отвечать, сидит, на два сидения расселешится, я гляжу, развалится, всегда все хлюпает, говорят, когда рядом, и пьют, хлюпают, все эти жирные, водянистые, не стыдно, ничего, я попутно сказать, ну и как ему не сказать про это, еще люди не видят, что ли, обязательно ему наливают, он сидит, скажет, опять припьет, люди там говорят, да где же подвиг твой, когда не пьют, не едят сутками, а ты 15 минут не можешь просидеть, и с хлюпусом одинистые, вот так растелешатся, и сидят, и все время говоришь, что ты куда-то лягут, и лежат, они сидеть не могут, их позвоночник не держат, и им это надо сказать, медуза, священческая рязь, и ничего, и он зато у нас говорит, как будто приготовился город Касани, тебе что, в жертву хотят принести, и там должен быть жирный овен, к чему-то эти, вот ровно-то стоит, и обличительные слова Иоанна Златоуста, а ему говорят, ты только ругаешься, а не проповедуешь, Иоанну Златоусту говорили это, а он обречал царицу, обречал и ради Адвиан Креститель, да хоть что осуждал, конечно он, в данном случае осуждал, а погибли, живой брат, он на него отнял, Филиппа, они не знают это слово, сегодня, не трожь меня, больше ничего нет, в этом попу проповедуют, голос их безблагодатный, не приправлен солью, и поэтому люди выходят, даже они говорят, и то ничего не принимаются, поп там рукавами машет, рукава сошьют шире, чем по долу цыганки, зачем он ему такой, ну зачем, вот он у тебя застегнут, и вот они руки, ты можешь работать, а это работает спустя рукава, то есть спустя, то есть никак, у бояр раньше считалось, вот на полметра, чтобы рукава болтались, показывают, они про Алексея Михайловича, бояре съедят, то есть я не работник, я к высшему классу принадлежу, меня с ложечки кормят, а я вакуумно смехался, ну что, на том свете тебе гузно подтирать будут, то есть даже туалетную бумагу кто-то ему приносит и вытирает его, он же царь, он не должен это по-другому делать, вот и все.